добрый день всем добрый день доброго дня прекрасного дня прошу прощения что я как-то со связи исчезла не постов не stories толком нифига хотя stories были ночью кто смотрел тот знает что я сегодня ночная птичка была у меня были съемки в торговом центре для магазина так необычно это конечно ходить по торговому центру ночью одна одежка фильм ужасов думаешь блин сейчас какая-нибудь мразь накинется и сожрет тебя а потом думаешь да ну нафиг подавится сто процентов всем добрый день как связь как меня видно как слышно до психологии то только на психологию на мой марафон все набор закрыт я больше заявок не принимаю мой марафон уже идет и только что провела йогу утреннюю для беременных клин привет да ну вот и попасть мой марафон уже нельзя только в сентябре но у меня сегодня сестра близняшка делает набор последний день на свой марафон там то у меня прекрасно володар у меня прекрасно настроение потому что я выспалась и только что у меня йога еще было для беременных этом кайфу если честно прям релаксую удовольствие получаю спасибо спасибо большое блин какие вы классно я вспоминаю эфиры которые были там два года назад сколько же там говна писали его просто я реально смотрю и понимаю что какой-то прогресс произошел те кто написал оставил заявку до того как я удалила последний пост вам без проблем ответят вы в марафон войдете в мой где психологии где фитнес где йога где растяжка но я сейчас уже удалила всю информацию эфиры все удалились уже где у меня был набор на мой марафон фитнес-тур в октябре будет в начале октября и поэтому у меня все то есть новеньких я уже не принимаю кто заявку оставил те в марафоне будут не переживать и не паникуйте а сейчас заметили да это прогресс реально меня это радует потому что то ли люди стали более культурными потому что то ли воспитанными то ли поняли что далеко ты не уедешь на негативе то ли научились красиво посылать друг друга это тоже надо уметь знать я можно обратиться к вам на вы не пошли бы вы понимаете это же звучит иначе чем а что ты на но это разная история вроде бы послали одинаково но по-разному звучит есть культурно а есть некультурно харьков привет да так что в мой марафон вы уже не попадете у меня близняшка сегодня набирает последний день на свой марафон участников поэтому у вас есть шанс в последний вагон прыгнуть завтра у нее тоже закроется набор и тогда все до осени все прощаемся у нее только психология два психолога она и андрей баракин ведут три недели прямые эфиры каждый день вы будете с ними поднимут все темы касательные отношений спасибо анастасия у меня много классных фото у меня уже и тексты готовы я все никак не могу посты загрузить потому что ну есть такая благость сейчас договорю про марафон и и поболтаем а юльчик да привет у маши каста например много таких ну потому что они там кайфуют так как говорится на хапе маша их тоже так хорошо держит в тонусе у меня же где залез там и слез пришли на хамили я тут же глуманусь как мне надо и все если захочу если у меня будет желание энергию дарить свою но и прилюдно высме человека а у меня толком фотосессии нет вот ночью фотосессия была у меня для магазина одежды очень много классных вещей офигенных причем не только на стройняшек худышек там еще и огромные выбор на девочек 48 плюс размера смотрите у меня последний stories там где ногой машу в торговике ночью в красных штанах вот в этом магазине еще и 20 процентов скидка сейчас будет несколько дней типа он 2 или 3 дня вот сходите посмотрите это магазин где в основном все идет из натуральных тканей ли он хлопок такой офигенный магазин просто супер была приятно удивлена что такой классный ассортимент у них вот и по воду марафона девчонки и мальчишки если у вас есть вопросы в отношениях вот за тысячу рублей три недели только психология это говорится такая цена примитивная просто больше знаете чтоб не не бесплатно информацию давать а больше за спасибо такая пришли за тысячу рублей три недели с вами работают два психолога это очень круто как говорится им приятно а вы сможете проработать себя х х привет х а вот вы иногда хоть объясняйте что такое херка я вот клянусь я читаю или не андерс тент что это обозначает херка к каком слову вы прилепили к какой фразе при шейкой забыли хвост вот и богу как напишут что-нибудь а Я тут должна кумекать, а потом главное не вы, а ты, ты мне не отвечаешь, блин, а как мне на хэк ответить? Ну, примерно, да, привет, всем привет, да, по той простой причине, Марин, мужики все на деньгах, ну, это, да, абсолютно, потому что у них номер один, у них ценности, у женщины ценность, это семья, дети, у мужчины самореализация, номер один, поэтому им нужны деньги. И причем, что самое интересное, если раньше говорили то, что, ну, как это сказать, женщина, ну, там, женщина для того, чтобы там себя обеспечить или еще искала себе мужчину побогаче, чтобы потом жить хорошо, прекрасно, замечательно, а все олигархов выискивают, очень богатых мужиков, то сейчас, знаете, уже примерно так ситуация происходит, уже мужчины выискивают, женщин, которые будут обеспечивать себя и обеспечивать мужчин, понимаете, что интересно, совсем мир с ног на голову перевернулся, бегают там, все считают, сами выискивают себе девочек помоложе да покрасивее, а женщина, желающая встретить мужчину с хорошим достатком, это какая-то порочная женщина уже, лично я категорически против этих заявлений, думаю, что это мужики спецом придумали эту фразу, тупо, чтобы иметь женщину, все. А, ну, ты со мной за деньги, причем можешь быть абсолютно красивым мужчиной, ему деньги, это, как говорится, хорошее приложение, красивый, умный, интересный, финансово обеспеченный, а все равно, представляете, насколько самооценка низкая, что он будет полностью уверен в том, что женщина на него только из-за денег повелась. Ну, да поэтому, собственно, и делаем все марафоны с психологией. Как с такими мужчинами разговаривать, как мне девочка одна писала, помните вопрос, видели, сейчас, солнышки, я сейчас прочитаю, просто, прочитайте мне немножко и прочитаю. Девушка мне писала, Марин, вот если, у меня мужчина говорит, все ли мужики жадные на деньги? Да, конечно, все, абсолютно все жадные на деньги, особенно те, которые сами заработали, не те, которые по наследству от папы перешли, да, и стоит перед тобой парень там 30 лет и рассказывает, какой у меня крутой чувак, вот, весь такой на Бентли ездит. Сейчас, кстати, на Бентли у нас, по-моему, только ленивые не ездят, потому что все машины в аренде, в основном все на Кошерин пересели, на такси пересели, или на тот же Бентли, я также пользуюсь, можно даже в Яндекс.Такси найти машину, хорошую, офигенную машину за копейки. Вот, это для меня сейчас, ну, даже не понтет, ну, Бентли, ну, такое тоже бывает. Вот реально, я вот на Кутузе живу, у меня тут каждую минуту, уже, по-моему, бомжи скоро на Бентли начнут ездить, потому что, ну, надо как-то их отбивать, окупать. Ну, у людей мозги включились, обязательно сохраним. У людей мозги включились, очень многие пересели вообще дорогих автомобилей на такси, потому что парковка, во-первых, дорогая, во-вторых, ее и нет, то есть, если ты там где-то в офисе работаешь, чтобы у тебя просто простаивал автомобиль с водителем, это, ну, как-то странно. И очень многие пересели на такие, на аренду на временную, поэтому, ну, это умные люди, а тупые до сих пор, у которых самооценка страдает, вот совсем все плохо, на личном фронте все плохо вообще везде, с детства вот это все, все там внизу, говно там, чмо, а оно и будет ездить, понимаете, выпендриваться. Старт, уже стартанул марафон с понедельника, сегодня последний день на прием идет, и завтра уже все, закрыт набор, поэтому прыгайте прямо в последний вагон. До осени попрощаемся. Да, сделаем, так я вот в этом марафоне тоже два эфира дам, что вы думаете, я вот в этом марафоне тоже буду эфиры давать, просто я об этом умалчиваю немножко. Больше рекламы мы здесь в Испании не знаем ничего, рекламу вашу, пожалуйста. Так вот вам реклама, пожалуйста, идет набор на марафон. Вы знаете, я хочу немножко отдохнуть от рекламы, я уже сказала, ну, Стас, вы видели в шапке профиля у меня номер телефона, привет, Амерланчик, номер телефона, почта, и я Стасу сказала сборе, что, ребят, я хочу до осени отдохнуть, не хочу никаких реклам делать, мне хватает вот так марафонов, я живу в марафонах, я там полностью отдаюсь, и мне не хочется вот это, а можно статистику прислать, говорю, дойдите вы все нафиг со своей статистикой, говорю, мне некогда заморачиваться этой фигней, реклама нужна, нужна, наставлю, до свидания, все. Вот, то есть такой вариант. И то я ее всю пробиваю, проверяю, потому что несколько раз обжигалась, и потом меня называли мошенницей, несмотря на то, что это магазин мошенники. Я и сама, кстати, нарывалась на мошенников, заказывала, помню, лосины, я хотела о них написать статью, но они, блядь, так четко слились вообще, что я не могу связь, контакты найти, страницу, телефон, он куда-то у меня из записи вообще исчез, их телефон. То есть, знаете, очень много мошенников в инсте, в магазины, особенно, которые выползают, реклама. Вот как раз вот по этой рекламе, которую продвигают, я и наткнула, заказала себе спортивные лосины, мне пришло китайское говно цветное на ребенка восьми лет. То есть, понимаете, да? Блядь, сейчас покажу. Сейчас подождите. Заказала себе вот такие лосины. Вот, вот такие заказала себе черные лосины. Вот. А знаете, что пришло на почту России? Ебануться, туфли гнуться. Я так открываю, думаю, блядь, что это? Что-то, во-первых, они не черненькие, ни хрена. Во-вторых, что это за лажа, что это за лосины? Химоза какая-то, вообще беспонтовая. Я не знаю, как это вообще носить. Надо их подарить кому-нибудь, короче, для пары. Вот. Их специально оставила, чтобы написать статью. Нет времени найти эту страницу, телефоны все, потому что скупой платье дважды. А почему скупой? Нифига себе скупой. Они не дешевые, они стоили так же, как и эти лосины найки. Кто сказал, что скупой? Я из-за удобства взяла, чтобы не ходить в магазин. У меня со временем всегда беда. Вот. И не имею столько времени, чтобы я там каждый день ходила в магазин. Заказала, все, и улетела. Собственно, как-то так. Да, поэтому, если я... Не, ну, вы глянь, застебали, а? Это сейчас красиво же. Мне реально стыдно, потому что попасться на такую херню... Я очень понимаю злых подписчиков, которые попадаются на эту же лажу, и потом меня начинают обвинять. Вот. И поэтому у меня, если я где-то и пишу рекламный пост или сторис рекламный, я их четко проверяю в магазины. То есть есть те, с которыми я годами сотрудничаю. В основном это у меня прям проходит такой, знаете, фильтр жесткий. То есть если я даю рекламу, это сто процентов даю гарантию, что там проблем не будет. Будет фэшн. Все, пора разыграть. У меня две пары таких. Девчонки. Хватит. Давайте их надену. Подожди, я тут пиздец, видите? Я их, кстати, так и не надевала ни разу. Вы меня на преступление толкаете. Будем по лосинам узнавать. Подождите. Сейчас я выйду. Подождите, красивая. Блядь, кармашки еще, вы посмотрите буквально. Париж, твою мать, а? А я думаю, в чем в Париж полететь, а? Все, готовы? Ебанутся, туфли гнутся, а? А как сидят, а? А сидят-то как, джинсики, а? Что, хватает, Чика? Ну все, блин, на стиле. Надо маски шпарпать и подогнать. В туркиш что-то не взяла такие. А, и Сашки. Сашка любит лосины. Вот такая вот модная. Главное, молнию вовремя застегнуть. И кармашки, чтобы не разошлись. Блин. Надо Сашке шпаку с маськой подогнать. Они любят плотину ходить. Я не могу. Фото на Эрмитаже. На фоне Эрмитажа, да. Модно, не то слово. Сидят. Сидят бомба. Так что, вот так вот. Я говорю, шпаку Сашке подарить. Он же лосинки любит. Вот у меня такие еще одни там есть. Идеально сядут. Зинаиде Пални, да. В общем, как-то так. Печаль, тоска. Ну я сама увидела. У меня сначала гнев взялось. А потом начала смеяться. И вот это первый раз. Их в марте еще заказала. Они у меня с марта лежат. Вот. И, блин, я их все надеть не могла. Вот что-то в эфире вышло с вами. Что-то пошло не так. Ну, конечно, да. Посмеялись. Энергия сразу появилась. Хорошо так стало. Валерия вторая. Не, Валера таки не носит. А вот Саша точно носит. Я знаю. Да, да. На эфилевую башню в них. Так классно. Под бедру в эфилевую башню вытянулась. В диком. И вот эта прекрасная девушка тоже. Бля, как можно такой пипец шить, а? Не, ну, может быть, лет 10 назад это еще было в тренде. Да, привет, труцы. По поводу 10 победителей, кстати. Я сейчас эфир сохраню и в сториз выберу 10 человек, которые зайдут в мой марафон. Это под последним постом комментарий буду выбирать. Сказка, сочиняешь ли штампованный, бываешь себя ебалуга, себя хоть прилично. Курбанов, вы чего там курнули? Я даже если захочу, я там мысль не поймаю никакую в этой фразе. Ну, если пишите, ну, хотя бы вдумывайтесь, что вы пишите. Ну, или вообще не пишите. Вы хотели, наверное, какой-то умной мыслью блеснуть, вот только не получилось. Сыну 13 занимается футболом 6 лет. Периодически болят пятки. Врачи не в курсе, почему болят. А они же в бутсах бегают. А потом, когда бегают, тренировки, большая нагрузка идет на пятки, действительно. У меня сын просто занимается тоже. И близняшки, сын занимается. И, да, они жаловались на пятки на самом деле. А какая авиалиния лучше до Алтая? Горно-Алтайской, Севен. Я уже купила билеты. Блин, я забыла вам в сториз показать этот лес, море и река. Я покажу вам сейчас еще раз его, куда я лечу на Алтай через 2 недели, через 3 недели. Так, так, так. Сейчас покажу. Классный. Дорогой. Дорогие палатки, сразу говорю. Если у вас полмиллиона лишних завалялось, то вы можете присоединиться и вместе со мной отдохнуть в палатках. Будем йогой заниматься в горах. Йогой, йогой. Там буквы «Б» в этом слове нет. Ага. И психологией. Это у меня начинают многие. Переворачивать. Смысл. Вот. Местечко вот это, лес, море, река. И вот сюда я лечу в палатке. Обязательно вот тут сделаю фоточки. Обязательно с этим видом я буду принимать джакузи в горах. Спасибо. Каким бизнесом, если б не блогерство? Да вы знаете, бог знает, куда б меня занесло. Понятия не имею. Я, в принципе, везде себя хорошо чувствую. За исключением офисной работы. Это не для меня. Я не могу сидеть и по часам, знаете, там, по расписанию ходить на обед, ограничивать себя в движении, в перелетах. Это не мое. И я не умею подчиняться людям, я вам так скажу. Вообще никак. То есть папа нас с близняшкой в свое время отправил учиться в Новочеркасский институт связи, откуда мы благополучно сделали ноги. По одной простой причине, что мы не умеем, понимаете, честь отдавать и беспрекословно выполнять приказы. Ну, как-то не мое это. Это вот. Я работаю на себя. Все. Сама себе хозяйка. Сама работаю, сама зарабатываю, завяжу только от себя. Рассчитываю только на себя. Не на кого-нибудь, кто мне зарплату выплатит, а только на себя. От волнения дыхательная гимнастика еще как поможет. Хотите самую простую технику с пранаямой? Вот садитесь в полу-лотос. Я эти лосинки вижу, у меня аж плохо становится. В полу-лотос. Я на стуле, вы на полу. Хотя можете и на стул так же, как я сесть. Зажимаем голосовую щель. Мужчины тоже без фантазии прощения. Я вас умоляю. На вдохе делаем шипящий О. А на выдохе А. Десять раз. Медленно, медленно. Десять раз. Попробуйте, желательно еще глаза закрыть. Было вообще прекрасно. Иван, спасибо. Ну а как, если уж информацию нести, не только же пожать, поиздеваться. Можно еще полезную какую-то дать. Какие сообщения вы видите, волосы дыба? Аня, это кошмар. А, муж за каждый рубль спрашивает, а я дома с грудным. А при чем тут, Аня, кошмар, не поверите. У нас 90% женщин так живут. 20 минут. Я сейчас сохраню эфир и еще раз выйду. Мы с вами поговорим как раз про бьюзеров. И что делать, когда вот так мужик начинает управлять и манипулировать через деньги. Наборный марафон завтра заканчивается. Прыгайте в последний вагон. Я там тоже буду вести два эфира. Ведет вообще два психолога. Весь марафон Андрей Баракин и моя близняшка-сестра. Только психология. Три недели. Чистый лайф. Прямые эфиры. По психологии. Все, что касается отношений. Вот сюда. Тысячу рублей за все три недели. Пишите в WhatsApp. Одно единственное слово. Участвую. И Иришка сейчас вам сама ответит, как оплатить и как зайти в марафон. Поэтому залетайте буквально в него, так как завтра набор закрывается. Идет он уже с понедельника. Вы так два дня пропустили, но знаю, что это не страшно. Еще будет очень много хороших эфиров. А я перезагружаю и про бьюзеров, и про финансовую забить мы сейчас поговорим.